Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Огромное спасибо, что заглянули. Мы с вами начинаем новый влог. Я только что помыла голову, и это просто кайф! Это такое удовольствие! После персинга мне нельзя было 3-4 дня мыть голову, и в день персинга я решила сделать себе классную прическу. Сделала вот такие два хвостика, всё это зафиксировала лаком. Ещё плюс сделала ровентой плойкой, себе кудри, волны, тоже зафиксировала лаком, очень сильные фиксации. И прикиньте, мне 3-4 дня нельзя мыть голову, а голова вся чешется, она вся в лаке, смотрится просто ужасно, зализанная башка, и мне так ходить. Но я протерпела 3 дня, и уже сегодня помыла голову, вроде как пирсинги у меня заживают, никаких проблем пока что нет. Я всё это обрабатываю, и вроде как всё нормально, меня немножко испугали в комментариях подписчицы в инстаграме, многие писали, что у них так и не зажило. То есть это такие места, которые сложно заживают, полгода всё болело, и потом в конце пришлось снять серёжку. И после этих комментариев мне немножко даже было страшно, боялась, что у меня тоже будет так, потому что мне очень нравится, как это смотрится. Я уже присмотрела себе золотые серёжки, прям знаете, покрупнее, очень красивые, но пока что их менять я не могу. Всё должно зажить, где-то полгода должно на это уйти, и уже потом я куплю себе классные серёжки, 6 мм мне надо, и всё это забабахаю красиво. Но пока что мне всё нравится, я очень довольна, я ни капли не жалею, я просто смотрю и радуюсь, настолько мне нравится. И, кстати, я уже сплю на этой стороне, хотя этого делать нельзя, но я просто не могу, на другой стороне мне не спится. Поэтому приходится спать на моих пирсингах. Вообще, мастер меня предупредил, что волосы на период заживления пирсинга лучше собирать. Я, знаете, не особо придала значение её словам, но сейчас опытом я понимаю, что это обязательно нужно делать, потому что волосы цепляются за пирсинг, и потом становятся очень больно. Я вот сейчас мыла голову, и вот неаккуратно опять же волосы зашли за пирсинг, и я потянула, и было очень-очень больно. Всё-таки это ранка, и надо быть аккуратнее, и лучше всё-таки волосы собирать. На кончике волос всегда стараюсь наносить масло. Обычно это от понтин, но сейчас я использую вот такое. У меня что-то дозатор перестал работать, но нам хватит совсем чуть-чуть. Особенно если вы хотите отрастить волосы, обязательно нужно ухаживать за кончиками. Я наношу масло строго на кончики, вот такими вот втирающими движениями. Кстати, я отрезала немножко волосы где-то вот столичком. Мне кажется, так волосы выглядят более ухоженными и живыми. Я редко подстригаю, где-то в полгода один раз. Кстати, квартиру я сдала. Ура, можете меня поздравить. У меня новые жильцы. Наверное, подробно в Мукбанке вам про это всё расскажу. Какие кастинги проходили, как я искала себе жильцов. В общем, очень интересно, занимательно. Я потратила, получается, три дня на это всё. Хотя можно было потратить больше, поискать получше. Но мы хотим с мамочкой поехать в деревню. Так мне не хватает этого деревенского вайба, этой атмосферы. Просто не передать вам. И в этот раз я решила взять с собой абсолютно всё и остаться там столько, сколько я действительно хочу. Поэтому сейчас, наверное, я буду собирать вещи, потому что завтра с утра мы уже будем выезжать. А вещей я хочу взять много, чтобы было что одеть. И я не парилась о том, что что-то осталось в городе. И поэтому много чего возьмём с собой. И уже, знаете, по привычке. Я уже настолько привыкла, что когда я собираю вещи в деревне, я обязательно снимаю влог и показываю вам. Уже для меня как-то скучно, что ли, непривычно просто одной собирать вещи. Поэтому мы это делаем всегда с вами вместе. Вот часто в комментариях меня любят потыкать тем, что у меня много одежды. Типа, я даже не ношу то, что я покупаю. Зачем я это покупаю? Нафига мне это всё нужно? В своё оправдание я хочу вам показать свой шкаф. Единственный один шкаф. У меня нету огромной гардеробной. Ещё две полки в прихожей. И всё. Здесь и зимние вещи, и летние. На мой взгляд, это немного. Если так присмотреться, вот если сделать вот так, у меня даже есть место для ещё одного заказа. Плюс ещё вещи у меня недорогие. Там 20, 15 долларов, 30, вот что-то в районе этого. Поэтому хочу оправдаться. И я не могу себя назвать прям такой транжирой и шипоголиком. Вот я сейчас думаю, стоит ли каждую вещь мерить и показывать на себе. В принципе, вы все эти вещи видели в распаковках. Вот возьму вот это платье. Мне оно очень нравится. Оно лёгенькое, не просвечивает. Очень хорошего качества. Безумно люблю. Это из последнего заказа моего. Вещей взяла много. Но мы решили всё-таки выезжать сегодня. Обязательно с собой беру крем для тела от Миксит. Он невероятно круто пахнет. Собралась я, кстати, очень быстро. Где-то потратила на всё при всё полтора часа. Изначально мы собирались выезжать завтра. Но потом посидели с мамой и подумали, что же нас держит в городе. В принципе, у нас никаких дел не было. Поэтому решили перенести на сегодня. Для меня самое главное не попасть в час пик. И тут дело не только в моих способностях вождения. Но и просто неохота стоять в пробке несколько часов. И тем более мы живём в одной части города. А деревня находится совершенно в другой части города. И мало того, что пробки, так ещё нужно ехать через весь город. Поэтому лучше выходить вовремя. Я уже доехала. Твиксик, конечно, очень сильно капризничала. В конце уже вышел из своей переноски и просто сидел в салоне. Мама боялась, что он поцарапает мне салон. Но в принципе, Твиксик у нас воспитанный мальчик. И такими делами он не занимается. Погода просто обалденная. Я ещё не успела заехать во двор. Потому что прямо около нашего двора соседка тоже остановила машину. И сейчас они заедут к себе во двор, я так понимаю. И я уже заеду к себе. Я так понимаю, соседка вообще уезжает. Заполнили багажник фруктами и уезжают. Потом я смогу заехать. Сейчас сижу и думаю, что же я забыла с собой взять. И понимаю, что забыла взять Ring Light. В машине, в принципе, место было. И я хотела взять вот это кольцевое освещение. Потому что здесь оно тоже пригодится. И скорее всего здесь я буду долго. Они забыли закрыть багажник. Прикиньте, едут. Багажник! Я не знаю, успела ли я вам показать или нет. В общем, у них был открыт багажник. И они заполняли туда ящики с фруктами. А потом сели все в машину и поехали с открытым багажником. Я сначала подумала, что она просто хочет немножко вперед дать. А потом смотрю, нет, она уехала. Побежала за ней быстренько кричать. Но вроде как они сами запатозили что-то неладное. И закрыли уже свой багажник на путь. Как он нас достал всю дорогу? Вы просто не представляете. Не знаю, конечно, сколько вам будет это интересно. Смотрите, как красиво цвели цветочки. Это вроде как лилии. Очень красивые здесь у нас всегда. Прям с самого детства моего. Они здесь растут. Мы их даже не поливаем особо. Но все равно. Бабушка раньше, кстати, подстрекала здесь лилии вообще. Потому что она всегда говорила, что здесь водятся змеи. Поэтому пока мы целы и здоровы, пойдемте отсюда. Чей это хвостик? Твикс. Погода просто пушка. Ни жарко, ни холодно. Вишня уже высохла на деревьях. И это уже сухофрукт готовый. Здесь, конечно, очень пыльно. Моя любимая комнатка. Еду Твикса я подняла наверх. Потому что в прошлый раз, вы помните, Алекса. Собаку наших соседей. Очень крутая собачка. Но в последний раз она конкретно обнаглела. Прикиньте, что Алекс съел весь корм Твикса. Поэтому в этот раз я решила поднять корм Твикса наверх и кормить его по чуть-чуть здесь. И потом он еще пару дней, кстати, не приходил. Наверное, стыдно Алексу было за то, что он сделал. Он чувствовал свою вину. Время, кстати, полшестого. Получается, я доехала за три с половиной часа. Я трену очень долго. Но я не превышаю скорость. Я еду очень медленно. У нас в Азербайджане есть одна фраза, которая в последнее время очень часто употребляется. Говорят, не езди под 100. Просто живи 100. Быстренько тут с мамой организовали чай. Здесь он получается очень вкусным. Я не знаю, может, это связано с водой в деревне. Но реально чай здесь намного вкуснее, чем в городе. И заваривается он тоже гораздо быстрее. Здесь у нас вкусные конфеточки. Мои любимые пчелки. Их я могу прям, знаете, 30 штук за раз кушать. И вот здесь из города булочкам с творогом. Убожаю булки с творогом. Тут еще смит. Сейчас будем слегка перекушивать. Или, как сказать, ну, легкий перекус. Любимые крабовые палочки. Сидим с мамочкой, пьем чай. И тут резко начался дождик. Такой классный аромат стоит. Летний дождь. Обожаю. Как раз моя красотка искупается. В кои-то веки ты увидишь, что такое вода. Мама тут мне делает замечание. Говорит, подсними мои помидоры. Мама, кстати, посадила. Смотрите, какие они уже огромные. Прям пахнет помидорками. Здесь один. И вот второй. Недавно прям мама сажала. Уже скоро ждем помидор. Мама, когда помидоры будут? Зимой? Через месяц уже будут помидоры. Есть я что-то не вижу здесь помидор. А, вот. Я вижу. Вот зелененькие помидорки. Мама говорит, еще ниже есть покрупнее. А, вот. 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 Будем ждать с нетерпением помидорки из своего сада. Да, Твиксик? Прям вот я потрогала веточки. Прям пахнет рука помидорами. Совсем забыла посмотреть прогноз погоды. И взяла только самые легенькие платьишко. А на улице дождик. И, кстати, немножко даже холодно. Поэтому надо покопаться в шкафах. По идее, здесь что-то должно быть. Но я вообще ничего не взяла с собой из теплого. Даже накинуть сейчас мне нечего. Но, в принципе, здесь кое-что должно оставаться. Но я даже не додумалась посмотреть прогноз погоды. Чтобы знать, какая погода здесь. Но, сказать честно, очень атмосферненько. Я тут потихоньку уже осваиваюсь. Из города я привезла вот такой вот классный органайзер. Чтобы хранить здесь косметику. Вот такой он очень удобный. И закрывается самое главное. И здесь я хочу хранить свою косметику. То, что я использую каждый день. Заодно решила показать вам, что же я взяла с собой. Во-первых, это база от Farmstay Collagen. Огромная просто бандура. Хватит на пол жизни. У меня здесь уже был крем от Биодерма. Но здесь осталось совсем чуть-чуть. Поэтому я решила привезти и вот этот свой крем от Farmstay. Тоже огромный объем. Надеюсь, что это мне все хватит. В прошлый раз, кстати, не привозила с собой тенюшки. Но когда пересматривала свой мукбанг, заметила, как бледно смотрятся мои веки. Поэтому в этот раз я взяла с собой палетку от Essence All About Roses. Также моя любимая пудра от Maybelline Affinitone. Очень мне нравится эта пудра. Я ее даже затерла. Видно донышко. И здесь еще была пуховка, которой я не пользовалась, а пользуюсь этим зеркальцем. Здесь у меня уже был тон от NYX в оттенке Alibuster. Это новая линейка, новый дизайн. Очень классный тон. Но также мой любимый от Maybelline. Я его обожаю. Два моих любимых бальзама для губ от Golden Rose. Оба в одинаковом оттенке и здесь одинаковое количество. Я думаю, что за этот месяц я закончу оба, потому что они очень быстро заканчиваются. Любимая палетка от NYX. Здесь есть и хайлайтер, и бронзер, и идеальная пудра. В общем, очень нравится мне эта палеточка. Поэтому она со мной. Любимые тенюшки от Golden Rose. В самом, по-моему, темном оттенке у меня 104. И единственная помада от Everline. Очень красивый цвет. У меня даже две одинаковые помады в одинаковом оттенке. Это 430. Я очень надеюсь, что все, что в этой коробочке, закончится за месяц, который я буду здесь. Конечно, это из ряда фантастики, но надежда убирает последний. В общем, у меня два вот таких карандаша от Miss Taiz. Их хвалят и российский блогер. Кстати, я у нас в Инстаграме нашла страницу, где 12 карандашей в комплекте. И стоит, кстати, очень недорого. Я хотела этот комплект купить, а потом я приехала сюда. В общем, я не успела. Надо кого-то попросить взять этот наборчик. Потому что карандаши просто обалденные. Они огромные. Круто точатся. Стоят копейки. И кидаем сюда мои кисточки. Как вы видите, все идеально поместилось. Очень аккуратно. Не пыльно. Вот так вот закрываю и кладу на подоконник. Также, естественно, взяла с собой свои очки. Ну, куда же я без них? В этот раз я решила не запариваться и взять абсолютно все. Вот в таком вот шоппере у меня все, что необходимо для маникюра. Естественно, все цвета гель-лаков я брать с собой не стала. Но самое главное, лампу, фрезу, топ, базу и два цвета я взяла. Вдруг я здесь долго останусь. Тем более вот этот маникюрчик. Он, мне кажется, не так долго у меня останется. Потому что он светленький. И когда я использую куркуму, ногти становятся наполовину желтые. Это мне не очень нравится. Поэтому, как только будет свободная минутка времени, возможно, через недельку, я себе переделаю ноготочки. И во влоге обязательно покажу вам процесс. Такие крутые ультрафиолетовые лампы вышли. Просто огромные. За секунду просто все сушится. А моей лампе уже 4 года. Я когда только завела свой канал, канал Айк Эмили, я помню, я снимала для вас обзорчики, там покупочки. Еще тогда мукбанков не было. Еще даже близко не было мукбанков. И вот я как-то недавно наткнулась на видео, где я показываю свои покупки. И вот там как раз-таки была лампа. Я просто посмотрела, это было 4 года назад. Оказывается, эта лампа уже служит мне 4 года. И в тот период это была очень крутая лампа. Но сейчас появились такие крутые лампы. Стоят копейки, выглядят офигенно. И я вот подумала, можно эту лампу оставить здесь, чтобы не таскать туда-сюда. Фрезу тоже. А в городе купить себе набороченные новые. А с другой стороны, вот сегодня, когда я приезжала, я сидела и думала. Ой, интересно, там у меня есть линейка или нет? Стоит брать или нет? Вот сидишь и целый час вспоминаешь, есть ли у тебя это или нет? То есть, с одной стороны, я думала, будет проще, если все вещи будут там. Но опять же, ты сидишь и думаешь, это есть там или нет? Я вот сейчас, например, никак не могла найти свой крем, который я оставила. Я помню, где я его оставила, куда я его положила. И опять не могла его найти. Обосрала такая себя. Стоит ли это оставлять или вырезать? Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Мои пирсинги, кстати, заживают. Я вот сейчас их обработала перекисью. Каждый раз, когда я обрабатывала, такой, знаете, странный звук был. Щепение. С удовольствием трогаю пирсинг, кручу его в разные стороны. И мне уже абсолютно не больно. Но при этом очень-очень нравится. Уже на этой стороне сплю. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...